...дила арбитров спортсменка, но, тем не менее, результат более чем на три балла превосходит Теодору Постичу, и она сейчас становится первой пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 15 место в прошлом году было у этой фигуристки на чемпионате Европы и несколько неожиданным выглядит набор прыжков в ее программе, ибо она едва ли не единственная в разминке сильнейших, в группе сильнейших, точнее, среди тех 20 спортсменок, которые выйдут или уже вышли на лед после небольшого перерыва, кто в качестве одного отдельно взятого прыжка использует тройной тулуп. Тулуп не так часто используют в качестве самого по себе элемента, вне зависимости от каскада, вне каскада, точнее, спортсмены, ввиду его не очень высокой стоимости. В частности, его чаще используют либо тулуп плюс тулуп в каскаде, либо вторым прыжком в каскаде, так как его проще всего исполнить, и для этого не всегда требуется высокая скорость, которой после приземления, после первого прыжка зачастую и не хватает. Но вот он, этот тройной тулуп, который исполнен на очень высоком уровне Нелли Семановой. Видимо, она решила, лучше я возьму не самым оцениваемым прыжком, зато сделаю его на высоком уровне и получу надбавку за счет этого. Что касается каскада, тоже здесь были взяты не самые ценящиеся арбитрами прыжки, тройной Сальхов и двойной тулуп. Ну, про тулуп мы с вами уже говорили, а Сальхов один из прыжков, который, на мой взгляд, никак нельзя отнести к разряду простых. Во всяком случае, при его выполнении, при подготовке прыжка теряется большая часть инерции, но это уж кому как больше нравится, кому-то, наоборот, его легко исполнять, а кто-то, например, может этот прыжок и не любить, и не только в Сальхове дело. Но, похоже, что оправдана вот эта наполненность программы Нелли Семановой, ибо она сейчас поднимается на вторую строчку таблицы, проигрывая лишь турчанке Тукбе Карадемир с очень хорошим результатом более 45 баллов.